Далеко На горячем песке лето Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Остывает луна Ты стоишь у окна И глядишь на зеленую вербу У рая весна Но мелодия ясна На горячем песке Где ты? Где ты? Где ты? Но однажды зимой Или, может, весной Или, может быть, осенью где-то Ты проснешься одна Ты откроешь окон И увидишь мое лето Где ты? Туда, где я и ты Разводит вечер восты И заметает цветы Туда, где я и ты Туда, где я и ты Мои волосы мечты И талисны лады Туда, где я и ты Туда, где я и ты И вело кладешь цветы Туда, где я и ты И черные звезды Туда, где я и ты Уходят наши мечты Туда, где я и ты Туда, где я и ты Ты напротив живешь Но скрывает тебя Бестолковая старая верба Ты не видишь цветов Ты не видишь цветов На горячем песке И не слышишь меня Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Может быть, за горой Может быть, за рекой И на камеру И на камеру И с ним прилетая Бродят наши мечты Бой зеленые реки На горячем песке Таля Туда, где я и где ты Разводит вечер осткин И забитая цветы Туда, где я и ты Туда, где я и где ты Мои волосы мечты И талисны лады Туда, где я и ты Туда, где я и где ты И белый клавиш цветы Туда, где я и где ты И черных новосты Туда, где я и где ты Уходят наши мечты Туда, где я и где ты Туда, где я и ты Туда, где я и где ты Разводит вечер мосты И уплывут корабли Туда, где я и ты Туда, где я и где ты Мои уносят мечты И тают сны у воды Туда, где я и ты Туда, где я и где ты Разводит вечер мосты Итак, приветствую, друзья. Нифига себе, сколько сегодня, да, машин? Обалдеть просто можно. Хотя еду-то я рано, сейчас 8-16. Ну, блин, дофига. Короче, почему сегодня песня не сначала? Потому что включил я песенку, хорошую песенку, которая мне нравится. А там, блин, мат-перемат, там, знаете, там такой, давай делай шире круг. Ну, короче, ребята, которые там мои ровесики поймут. Хорошая песня такая, там, и Гуф, и Нагана, и еще там, там, и все, кому не лень, собрались такие, знаете, такие. И все, давайте делать шире круг. Поэтому, 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 поэтому. Посмотрел, думаю, нет, ну, некрасиво будет. Надо же без мата что-нибудь позитивное. Поэтому взял и чик, и все. И вот теперь вот хорошие песенки. Хотя первая песня мне нравилась больше. Ну, что себе, сегодня давайте посмотрим, что у нас. 6 февраля за бортом, кстати, плюс 8,5 градусов. На самом деле, это довольно-таки хорошо. Прекрасно и замечательно, потому что 8,5 градусов, это обалдеть, как хорошо, я вам серьезно говорю. Ну, и что мы с вами сейчас будем делать? Мы сегодня пройдемся по новостному блоку. Посмотрим, что же такого интересного произошло за вчерашний день. А вчера было много чего интересного. Знаете, почему? Потому что вчера был ветер, я, знаете, вчера приехал на тренировку, такой поставил свой прекрасный автомобиль, смотрю, дерево, шатается. Думаю, блин, думаю, а вдруг что-то пойдет не так. Я взял машину, переставил. Опять, короче, беру, переставил машину. Опять раз, и опять дерево шатается. Слушай, такой ветер был, просто жесть. Ну, в итоге потом плюнул, думаю, ай ладно, думаю, какая разница, каска же есть, думаю. Думаю, ни хрена бы с ней, думаю, пускай, нахрен, думаю, прям в лепешку разобьет, думаю, хоть машину себе другую куплю. Думаю, ну, мало ли что, правильно же? Ну, и в итоге дерево не упало, все нормально, все хорошо. Но повезло не всем. У нас там на Lexus, на RX, припарковался в неположенном месте. Ну, бывает же такое, да, в неположенном месте паркуется, бывает же такое, да, и все. И знаете, как бы, гаищники же наказать не могут, гаищникам же по барабану, гаищникам же фиолетово на них, правильно же? Гаищники, ну, что они там за парковку будут заморачиваться? Им бы на алкаша там развести какого-нибудь, это было бы круто. Поэтому, поэтому, Зевс Громовержец взял и наказал. И как свое все, бубух, короче, и дерево большое опрокинул на что? Ну, опрокинул вот на того самого, опрокинул на водителя Lexus. Теперь водитель Lexus будет думать 50 раз, думать несколько раз, скажем, то, может быть, лучше бы нормально ставить машину? Ну, мало ли что. Ну, и, конечно же, почитал я в комментариях, в комментариях все злорадствуют. Он говорит, а-а-а, надо ставить машину в положенном месте. Вот так вот тебе, сынок, вот так правильно. Бог есть. Знаете, в комментариях, Бог есть. Люди не посочувствовали этому мужчине, они прям реально как бы злорадствовали. Хорошо это или плохо, ну, наверное, не знаем. Но, знаете, когда, наверное, машину ставят на пешеходном переходе, ты не можешь пройти. Или, например, вот так вот ты берешь, как бы, и вот так вот машину ставишь перед пешеходным переходом, где просто-напросто может, например, водитель не увидеть того или иного пешехода. Или когда ставят на автобус на остановке, ну, наверное, многих это уже поддостало, да? Или, например, здесь, да, тоже перед пешеходным переходом, да? Здесь нет нифига 5 метров и так далее. Конечно же, где раздражает, люди становятся, как бы, особенно, когда кто-то бывает пешком, бывает, Сочи гуляет. Ну, и все. Вот и все. Вот и все, вот и все, вот и все, вот и все, вот и все. Ну, а что, давайте. Вылет задерживается больше суток. Приходится ждать вылет пассажирам рейса в Шарм-Шейх в Сочи. Я в прошлом году все это прожил, то же самое. Мы, когда с моей женой слетали в Шарм-Шейх, нас даже отвезли переночевать какой-то там, не знаю, там, короче, потому что здесь была непогода. Поэтому нормальным. Я, конечно, все проклинал, потому что у меня была важная встреча, как бы, поэтому под нее это. И я пропустил из-за того, что самолет задержали на полутора суток. Такое тоже было, ничего страшного. Видите, я живой, здоровый. И так же люди прилетят. Тем более их не просто так, они же там не в аэропорту сидят. Их там отвозят в чмошный конченый отель. Их там даже кормят. И все, вот, получается, бесплатно. Просто есть один нюанс, как бы, есть такой момент. Если бы сразу сказали там, что задерживаются, то другое дело. А то, получается, часов в десять тебя мурыжат в аэропорту, а потом тебя все-таки берут и отвозят непонятно куда, потом тебя обратно привозят. Ну, короче, такая тягамосина не очень хорошая. В Сочи ожидается сильный снегопад. Ну, вчера, например, чтобы ребята, например, могли на автобусе уехать, да, вот, например, на Красполяне, они, ну, как бы, знаете, еще немножко и толкали, толкали автобусы, а куда им деваться? Ну, здесь, например, тоже останавливаться нельзя. Ну, так, просто. А вот здесь вот эта машина, ехала девочка на ВАЗу средней 0,7. И как расхерачивать эти машины, которые стоят на страхе безопасности? Потому что это у нас не автобусная остановка, ой, это не парковка. И все, и как расхерачивало, ну, такое тоже бывает. Ну, и, в общем, вчера, чтобы на автобусе поехать надо было, сначала его вытолкать из снега. Вот, и вот так. Интернета нет. Говорит, в Сочи один, в Сочи из-за шторма поврежден магистральный кабель оптоволокна. Ну, бывает такое, но у меня интернет есть. У меня тоже спрашивают, у меня все мои. А у тебя вода есть? Я говорю, есть. А интернет есть? Я говорю, есть. А электричество есть? Есть. И такие, блин, падла, тварь ты такая. Я говорю, почему? А у нас, говорит, в альпийском квартале нет. Я говорю, ну, что же могут сделать? Говорю, у вас ума нет, когда вы покупаете альпийский квартал. Они обижаются, когда я им так говорю. Я говорю, надо покупать хорошие, нормальные, безопасные объекты. Правильно же? Правильно. Вот и все. Вот в этом и разница. У меня просто есть знакомый, который свою квартиру продавал. Остролю мечтой, я хотел ее снимать, даже показать. Квартира хорошая, 8 квадрат метров, с видом на море, все. И говорю, давай, у меня клиент есть. Он говорит, нет, Макс, я передумал. Я говорю, в смысле? Он говорит, у меня же брал две квартиры еще в этом, как в альпийском квартале. Я говорю, и что? Ну, Женя его зовут. Он живет у нас в жилом комплексе. Он говорит, Макс, я там сделал ремонт, пожил. Ну, Макс, ну, Остролю мечты в разы лучше. И слава богу, я Остролю мечты не продал. А эти квартиры, да, продаю, приезжай, снимай. Ну, вот, как бы, одна из квартир его я уже показывал у себя на канале. Он говорит, слава богу, это бывает, люди, представляешь себе, продали, например, Остролю мечты, купили альпийский квартал, а потом назад-то дороги нет. Слава богу, что у меня были деньги, я купил. Как бы, я из-за чего? Он хотел квартиру больше. Он взял, получается, 64 квадратных метров, взял еще и объединил. Ну, короче, в общей сложности получил ту самую соточку, понимаете. А потом, говорит, нахрен нам это нужно все, говорит, ну, Макс, говорит, это небо и земля, говорит, Остролю мечты, говорит, это я уже забыл, чтобы там, не знаю, свет отключили хотя бы там минуту, там, или воду отключили, чтобы горячей воды не было и так далее. Ну, опять же, с парковкой, говорит, как бы, здесь хотя бы, говорит, не знаю, хоть на детскую площадку поставишь, но в альпийском квартале вообще не поставишь, говорит. И тогда, вот я вот в альпийском квартале, когда последний раз это снимал, я-то приезжал три дня подряд, потому что просто не мог припарковаться нигде, даже близко, и все. Ну, это там жопа такая существует. Ну, вот как бы так, поэтому, ребят, кто живет в альпийском квартале, все у нас хорошо. И кто живет в острове мечты, не подтвердят в комментариях. У нас есть и вода, у нас есть и электричество, есть и интернет, и канализация. Все работает, все отлично, все прекрасно, и все замечательно. И даже на минуту не отключали. Правильно надо убивать жилые комплексы. Вы думаете, как бы, не просто, вот покажите мне хотя бы одного риэлтора-блогера, или просто хотя бы одного риэлтора, который купил бы себе квартиру в жилом комплексе Альпийский квартал. Покажите хотя бы одного человека, покажите. А? Правильно. Вы не сможете показать ни одного человека. Потому что риэлтор, он как бы что-то знает. Он себе абы что не покупает. Хотя, ну, как бы здесь на любителя. Здесь же, знаете, это же как в том анекдоте про педофила, зоофила и экстремала. Я не понял, а что у нас здесь? Про педофилы, это изофила и экстремала. Поэтому, ребят, вы вот, да, не надо задать такие вот такие вопросы. Анфиса Чехова подала жалобу за короткую посадку на рейс Аэрофлота Сочи. Короче, говорит, я, говорит, сижу как нормальный человек в бизнес-классе, в бизнес-зале, сижу в бизнес-зале, сижу с подружками общаюсь. И все, посадку объявили, а в бизнес-зале в Сочи посадку вы никогда в жизни не увидите, ничего. Мы хожу, и меня не посадили на самолет. Сказали, что иди в жопу, говорит, и все, говорит, со своими сиськами, говорит, ну, вот прям так, прям жестко и сказали. Я, говорит, ну, взяла билет, все, потом села, говорит, и стала засекать, сколько же идет посадка. А оказывается, посадка должна идти 7 минут, а она идет 5 минут. Ну, я могу сказать так, у меня ко мне друг приезжал, Серега, на прошлой неделе, и тоже он сидел в бизнес-классе, в бизнес-зале, точнее, в бизнес-зале. И тоже он профукал два раза, притом умудрился два раза профукать, потому что нифига не оповестили, ничего. И там, получается, говорит, рейс задерживали, говорит, ну, я, говорит, выходил, как дурак, смотрел, 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 смотрел. Потом все-таки раз, и, ну, все, сел, говорит, по зуму начал там вести совещание, и в итоге профукал, профукал вспышку. И здесь примерно то же самое. Вот она сейчас подает непосредственно в суд, вот почему, вот как бы так, посадка. Почему не информируют в бизнес-зале? Ну, я открою маленький секрет, и в Египте, и в Турции в бизнес-зале тебя не информируют, и там даже табло нет по поводу. Ты там берешь и должен наблюдать. В этом отношении самое классное, самое удобное в Турции. Там стеклянная фигня, ты берешь и наблюдаешь, что же там такого интересного творится, понимаете? А вот если берем что-нибудь другое, там, конечно, тяжеловато. Поэтому я бизнес-залами обычно особо и не пользуюсь, ну, как бы за исключением, когда прям реально задержка, задержка происходит, тогда, да, еще пользуюсь. А так, в любом случае, находясь в бизнес-зале, там, каждые, там, не знаю, там, пять минут хожу и проверяю, думаю, есть вылета или нет вылета. В общем, Анфиса Чехова говорит, ну, такая штука, вот такая. Она думает, что все, она везет в бизнес-заль, ее, знаете, просто бывает, иногда ты берешь, там, Натаса Ростова, приходите быстро к выходу, Натаса Ростова, ну, как бывает, а это раз и все. Ее даже не сказали, что там, Анфиса Чехова, давай, проходи уже на посадку. Она говорит, нет, нифига, ну, нифига. Но, опять же, в бизнес-зале она этого не услышит. Ну, бывает такое. Самые высокооплачиваемые, самые необходимые в Краснодарском крае профессии составили рейтинг. Не поверите, вот не поверите, кто у нас самый высокооплачиваемый и кто требуется, да. И если посмотрим средний, значит, так, список самых высокооплачиваемых специальностей в Краснодарском крае в 2023 году вошли токарь 100 тысяч рублей, фрезеровщик 97 тысяч рублей, шлифовщик 96 тысяч рублей. А где специалисты по недвижимости, а где таксисты, которые зарабатывают больше, чем токарь, а? Где они? Ну, да ладно, кого дергает чужое горе. Десять самолетов не могут приземлиться за сильного ветра в Сочи. Ну, блин, вчера реально сильный был ветер, тут я даже понимаю прекрасно всех, тут ветер просто был жестокий. Ну, блин, опять укрыли от глаз долой. Вместе мы сила. Не знаю. Давайте ваши ставки достроят у нас анзор проезда на произведение искусства, не достроят. Пассажир погиб, Мерседес на скорости летел в опорное табло на дублёрнике уроженного проспекта Сочи. И всё, пассажир не был пристёган, ну и кирдык. Поэтому, уважаемые, 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 всегда пристёгивайтесь. И когда ко мне машина садится и говорит, типа, у вас пристёгивается или не пристёгивается? Конечно, у меня пристёгивается. Знаете почему? Потому что я несу ответственность за вашу жизнь. А вы, как бы, за своей безалаберности, как-то, а ладно, там, что, за это же, ну, вас вроде в Сочи не штрафуют. Причём здесь штрафуют или не штрафуют? Вот я обращаюсь к вам, кто ко мне в машину садится. Причём здесь штрафуют или не штрафуют? Тут про вашу безопасность. Вот посмотрите, сколько здесь у нас ашотов на дороге, ашотиков. Это не оскорбление, просто тех людей, которые, вон они, там, как бы, которым права подарили, которым права купили. Сколько у нас здесь с правым рулём передвигается вот этих водятлов, которые, там, выезжают тебе навстречу, которые ни хера ничего не видят. Сколько их здесь в Сочи? Да дофигища их здесь. Сколько здесь у нас на абхазских номерах рассекают, у которых, там, свои правила дорожного движения, которые, там, ну, просто, там, Ты чё, права? Ты чё, права купил? Нет, мне подарили, брат, слышишь? Ну, в таком духе. И не дай бог, какая-нибудь будет авария или ещё что-нибудь. А мне потом за вас сидеть. Поэтому я всегда говорю, берём и пристёгиваемся и спереди, и сзади. Кому не нравится, можете брать такси и в объекты смотреть, вот в такси берёте, едете, там, в такси вы там можете качать. Права? Да я могу не пристёгиваться, я могу то. А здесь вы, извините, пожалуйста, я с вас деньги не беру, ничего не беру. Но я знаю один такой, опыт такой, девочка, 18 лет, да, сидела там со своим, там, гражданским мужем, да, как бы, и всё, попала в ДТП. Муж, соответственно, который, ну, даже, ну, он взял, короче, и всё, он умер. И она взяла свои два года отсидела, вот как бы так. Она была за рулём, муж был рядом, попали в ДТП. И кирдык, ребят, понимаете? И взяла, и два года отсидела. А сейчас кем она может работать после отсидки, после двух лет? Да никем, никуда её толком и не возьмут, понимаете? И всё. И вот, получается, там, мини-убийца. И здесь я могу сказать то же самое, как бы, я и дочке говорю, вперёд, там, какие-то заглушки, такой, нет, должны. Ну, и плюс, опять же, немецкие автомобили, они довольно-таки умные автомобили, умнее, чем многие из вас даже. И там, соответственно, тоже есть, чтобы эта подушка сработала, в конце концов, так далее, чтобы не водить в заглушение. У меня, например, когда там какая-то экстренная ситуация, у меня там начинают, там, ремни там стягивать, там, бочины начинают тебя обнимать. Ну, владельцы Тойота, они вообще не понимают, про что я говорю. Вот, например, у меня, например, выбежал человек, да, как бы машина сама тормозит, ну, без разницы. И, например, когда резкое торможение, у меня сиденья меня обнимают, ремень принатягивается и так далее. Всё это делается для того, чтобы, блин, ну, не дай бог, чтобы... А представляете себе, если вы систему, например, обманули, взяли, поставили, там, не знаю, там, какую-то там заглушку или ещё что-нибудь, или непристёгнутые. Этого ничего не будет работать. Поэтому безопасность моих пассажиров, это превыше всего. Именно поэтому я не покупаю себе автомобили самурайского происхождения, где в случае аварии даже не открывается ни одна подушка безопасности. Понимаете? Вот, как бы так. Двое погибли в ДТП в Краснодарском крае. В общем, на трассе, там, жёстко всё прошло и так далее. Яндекс наш. Компания избавилась от иностранных инвесторов. Закрыла офис в Нидерландах. Да-да-да-да-да-да. Теперь Яндекс чисто наш, российский. Пользуйтесь Яндекс. Музыкой, Яндекс.Диском и всем остальным. 14 рейсов ушли на запасные аэродромы. Из-за непогоды в Сочи. Ну, вчера реально был ветер очень сильный. Сегодня, смотрю, более-менее комфортно, более-менее нормально. Но вчера был трешняк. Так, поезда отменяют, подъёмники остановлены. Как в Сочи справляется с непогодой? В общем, покататься особо, кто хотел покататься на лыжах, у вас не получится. По одной простой причине. Потому что с подъёмниками у нас задница, мягко говоря. Ну, и опять же, в Сочи, я могу сказать, сейчас на Красную Поляну, это проблематично ехать. Даже такие бывалые таксисты, как мой друг Алексей, он почему-то у нас на летней резине. И многие на летней резине. Поэтому есть вероятность, что вы можете застрять. Поэтому в такую погоду я рекомендую вам лучше воздержаться от непонятных поездок. Ну, серьёзно говорю, лучше воздержаться. В Сочи жители 10 улиц останутся без воды из-за схода грунта. Ну, бывает такое. Из-за схода грунта. Это Метелёва 1, водораздельная 14, транспортная 78, ЖП 8. Это там вы можете приобрести. А так, ребят, чтобы у вас всегда была вода и всегда было электричество, что у вас должно быть как минимум два источника воды и два источника электричества. Ну, вот как бы так, как в Острове Мечты. Затулин нёс предложение о выделении земли многодетным семям на Кубани. В общем, Затулин тоже тот ещё хитрожопый жук. По идее, если вы живёте в Сочи и родили в Сочи, вы можете претендовать, если у вас три ребёнка, на землю. Но земля в Сочи стоит бешеных бабок, правильно же? И поэтому предлагают где-нибудь на Кубани, где эта земля нахрен никому не нужна. Ну, например, на Кубани земля 5 соток стоит 300 тысяч рублей. А, например, в Сочи 5 соток будет стоить как минимум 10 миллионов рублей. Понимаете? Ну, и, соответственно, на Кубани в том числе предлагают компенсацию 300 тысяч, если не нужен участок. А в Сочи же не дадут только компенсацию, да, в 12 миллионов или в 10 миллионов. И, соответственно, вот такая штука. Не знаю, вот неправильно. Соответственно, я считаю, что многодетным семьям нужно в том числе и в Сочи давать землю. Вот как бы так. Значит так, значит так, значит так, значит так, значит так. А тем временем этой ночью в Сочи сгорел двухэтажный деревянный дом. Ну, так вот бывает. Бывает. На улице тепличная. Может поджог. А может делали проводку через задницу. Знаете, как у нас Рустамчик. Русланчик, точнее. Русланчик. Который у нас делает ремонт за 8 дней. И проводку, и все. А может такой ремонт сделали. Ну, бывает такое. А вчера у нас отечественный геленваген в простонародье УАЗ взял и опрокинулся. Ну, бывает такое. Задолбались все деревья поднимать. Этот по дорогу на Красполяне. В Сочи водитель на иномарке неудачно дрифтанул и устроил ДТП. Авария с участием двух транспортных средств произошла сегодня утром на улицу Урожайная. Ну, там, сами понимаете. Там же. Там же у нас все дрифтеры. От бога. Там же все у нас передвигаются просто как кому вот как там вздумается. Я вообще в Адлер ненавижу. Я вчера два раза был в Адлере. Я просто прям, не знаю, я боюсь, я бежит там передвигаться. Серьезно. Там просто трешняк. Ну, бывает такое. Ладно, бывает такое. Реально. Такое ощущение, когда попадаешь в планету обезьян. Особенно веселая. Вот до веселого доезжаешь. Особенно в сторону Шиловки ехать. Ну, реально. Здесь обезьян привели приемник. Такое ощущение, как будто с этого обезьянного притомника взяли и посадили людей за руль. Бывает такое. На дороге между Хоста и Красной Волей сошел сельдь. Вот так. Бывает такое, сходит. Не без этого. Ну, и, кстати, вчера на Красной Поляне было веселье. У нас там, не знаю, там машины не могли подняться в гору. Все водители на летней резине, все поперлись туда, короче. Там жесть что творилось. Там столько прикольных видеороликов. Просто жесть. В поселке Якорная Щель всех застрявших пассажиров поезда электричек пересаживают на самолеты. Шучу, не на самолете. На автобусы. И все. Потому что до сих пор еще в Орде движения у нас не возобдеблено. Вот так вот. Ну что. Теперь мы с вами возвращаемся в рубрику фантазеров-любителей. Даже. В 90-х годах строили дома, если для себя не на продажу. В Сочи полный керамзитовый блок 40 сантиметров. А сейчас пытаются экономить и строят в полблока и утепляют. Конечно, в доме в полном блоке жить комфортнее. И зимой, и летом. Я себе строил даже внутренние стены в полный блок. В полный блок. Даже внутренние стены. Штукатурил снаружи. И внутри. Очень комфортно получилось. Звукоизоляция межкомнатная отлично. Ну и перекрытие 20 сантиметров. А не как сейчас 15 и 16 сантиметров. Это вот про людей. Извиняюсь. Про людей, которые застряли в 90-х годах. Знаете, раньше были телевизоры ламповые. Вот ламповые я еще застал. Ламповые телевизоры были такие. Черно-белые, ламповые. Потом появились телевизоры транзисторные. На транзисторах. Потом, соответственно, дальше, дальше, дальше шло у нас развитие. Если мы с вами возьмем, там раньше были сковородки. Сковородки, помните такие? Сковородки были. Где, чтобы ты не готовил, всегда пригорало. Ну серьезно, всегда пригорало. Всегда пригорало. Всегда пригорало. Потом появились сковородки Тефаль. Они стали гораздо легче. Сковородки гораздо легче. Гораздо комфортнее. И, блин, перестал пригорать. Ну понимаете? Стал. Не пригорает. Раньше были утюги. Его поднимаешь, и там реально можно предплечье накачать. Там такой, знаете, такой прям, не знаю, прям аж забивалось все. Лучше, чем у боксеров, да? Там по 2 килограмма у нас те самые утюги вешают. А потом раз появились новые утюги современные, которые весят 300-400 грамм. Но которые утюжат гораздо лучше, чем те вот эти, да? Бывает же такое? Бывает. Помните, да? Раньше использовали только шифер. И считалось, шифер, да, лучше, наверное, там, кровельный материал. Только шифер было. Потом раз стали использовать металл, да, профлист. Потом стали использовать металлочерепицу. Потом стали использовать, так называемую, мягкую кровлю. Потом стали использовать керамику. Потом еще, вы понимаете, то это все шло. Но это все шло не из-за того, что хотелось, не знаю, мягко говоря, удешевить, а просто шло, потому что есть такое понятие оптимизация. Почему-то домов на колесах нету там из керамзитовых блоков, да, ну почему-то у нее не бывает и так далее. И что хочется сказать. Конечно, у каждого есть своя правда. Я уже с этим несколько раз сталкивался, особенно сталкивался с теми ребятами, которые, ну, которые, мягко говоря, не соображают ни в строительстве, ни в чем. По поводу того, что для себя строили, например, там, да, там, не в пол керамзитового блока, а в блок, да, и так далее. Ну, я могу сказать, что надо просто открыть учебник физики, вот человек, да, местный, который, да, а проблема местная, наверное, не отличается образованием. Ну, давайте попробуем. Возьмите, откройте и посмотрите, что и как, да, посмотрите, как делается у нас шумоизоляция, как делается шумоизоляция стен. Я сполирую. Шумоизоляция стен делается не тем, что берут еще один блок и берут присобачивать. А шумоизоляция там всего лишь такой тонкий, маленький такой материал и все. И эффект дает очень такой хороший, да, чтобы не было никакой слышимости от ваших соседей. По поводу того, что же лучше от штукатурного снаружи и внутри 40 сантиметров керамзитового блока, либо же лучше у нас взять 20 сантиметров керамзитового блока и, соответственно, взять 5 сантиметров утеплителя и взять и, например, ну, та самая такая стекловатая, минеральная вата и так далее. И также сделать ту самую штукатурку. Напишите в комментариях, как вы думаете, какой дом будет теплее, который просто блок в 40 сантиметров, либо тот, который блок в 20 сантиметров, 5 сантиметров еще идет утеплитель и так же там все это сделано. Ну, напишите мне, просто мне интересно посмотреть. Можете, сразу скажу, можете пользоваться учебником физики за 8 класс. В принципе, там во второй четверти в разделе все есть. Вот как бы так. Поэтому, конечно, когда вот читаешь такие комментарии, думаешь, блин, не дай бог попадется тебе продавец такого дома, который там считает, что там у него там все сделано, потому что он знает, что в 90-х годах строилось лучше и там подобное. Или как, знаете, вот девятиэтажки лучше, потому что девятиэтажки строили инженеры и был контроль и там подобное. Вы вообще знаете, как строились у нас девятиэтажки и пятиэтажки? Знаете, как строились? Это должно было быть быстро возводимое жилье еще при Брежневе, да? И, соответственно, наоборот, вот это все строилось непонятно как из-за говна и палок. Почему была высота потолков такая низкая? На ответ очень прост, чтобы можно было сэкономить на лестнице. Почему, например, использовалось, например, 9 этажей, а не 10 этажей? Потому что если 10 этажей, то нужно было, чтобы уже было 2 лифта, а если 9 этажей, то нужно было всего лишь 1 лифт. Почему 5 этажей, да, строили, а не 6 этажей? Потому что если 6 этажей, то нужен был уже лифт, а если 5, то лифт не нужен был. Почему не делали потолки, например, 3 метра? Потому что если делать потолки 3 метра, и если будет 5 этажей, то уже по нормам нужно лифт, понимаете? По количеству сколько и пошло-поехало. И поэтому я могу сказать, что советские инженеры, они реально были молодцы. Они молодцы в том плане, что они смогли в тот момент сделать легковозводимые панельные конструкции. И все, уже в принципе, вот эти панели уже приходили не просто, они уже даже окна были вставлены на заводе. Просто собирали, 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 собирали и собирали. И, соответственно, там каждый, там, из-за того, что размер окон и эти плиты, было все до миллиметра было продумано для того, чтобы максимально все это удешевить. Вот как бы так. По поводу качества, да, возьмите любой документальный фильм. По качеству и по технологии оставлять же от лучшего. Вот, например, я жил в Орске в квартире, где, ну, в пятиэтажном доме, и где, например, трубы, трубы, да, были, были, не знаю, может, у вас тоже такие дома есть, где были трубы врезаны куда? В стену. И получается, и получается, советские инженеры придумали так, что, что у тебя, твое отопление, да, оно и тебя обогревало, да, но оно и обогревало улицу еще, понимаете? Вот просто, у меня не было радиаторов, у меня были радиаторы, встроенные в стену. И получается, раз стена у нее же есть наружная сторона, есть внутренняя, внутренняя сторона обогревает комнату, а наружная обогревала что у нас? Обогревала улицу в Орске, вот как бы так. Таких фейлов, в принципе, предостаточно. Ну, а если посмотреть, те самые косяки, такие простые, элементарные, да, почему, например, вот, не любили у нас последние этажи, например, в... В пятиэтажах и так далее. Ну, потому что тогда вот те самые советские инженеры не додумались, как сейчас, да, почему у нас, получается, сейчас ситуация, наоборот, да, в верхних этажах обычно всегда вода есть, а в нижних бывает что-то не так. Потому что в советских домах, в этих пятиэтажных, подача воды идет снизу, и она продавливает вверх. И не всегда может продавить. Например, в девятиэтажках, потом уже начали использовать, там, и в многоэтажках, подача идет воды сверху и распределяется сверху вниз. Вот такая штука. Поэтому, в любом случае, сейчас то, что появляется, там, новые виды материалов и тому подобное, это не есть хорошо для многих из вас. Но я могу сказать, что есть хорошо, и здесь в это все используют, например, как бы не с целью. Я разговаривал с одним из тоже строителей, и он говорит, Макс, строить дом просто, например, полностью в пеноблок и сделать с него штукатурку с правой, с левой стороны гораздо дешевле, чем сделать половину блока и сделать, например, взять тот же самый утеплитель и все это сделать по уму. Понимаешь, посчитай, говорит, для интереса. Здесь сделать не из экономии, а потому что здесь получается прямо реально эффект термоса. И, не знаю, там, почему у нас, например, для перевозки, например, рыбы или для перевозки, там, мяса, не используют, например, просто элементарно, там, не знаю, там, из керамидовых блоков, там, взяли, там, на тележке сделали. Почему используется просто пенопласт, делается такая прослойка и так далее, да, и там сохраняется и тепло, и сохраняется. Вот, ребят, вот, когда вы пишете такие комментарии, ну, немножко голову-то включайте, а то стыдно становится за вас. Представляю, что вы, какие байки вы рассказываете своим детям, да, почему строить, где строить хорошо, где строить плохо. На этом с вами прощаюсь, вам всем прекраснейшего настроения. Сегодня сниму для вас прекрасную квартиру на Мамайке, недорого, по цене ниже рынка. Это Барселона у нас четвертая, там, где мои родители останавливались. Однокомнатная квартира, 35 квадратных метров. Срочная продажа, прям, реально срочная, 5 миллионов рублей. Срочно, с ремонтом, техникой и мебелью. И на квартирник, на секундочку. Находится в 200 метрах от моря. На этаж не помню. Всем добра и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова